Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам немного своей утренней рутины, а именно то, как я укладываю волосы. Я всегда вытираю волосы, которые мою, либо футболкой, либо вот такой старой пеленкой, потому что эти материалы впитывают гораздо лучше, чем любое махровое полотенце. Накануне я нанесла и оставила на всю ночь маску, в моем случае это Salerm Keratin Shock, и я не привязана к этой маске, это единственное, что у меня осталось. Сейчас я буду холодной водой смывать кондиционер с волос. Я специально использую холодную воду, потому что после холодной воды волосы выглядят более блестящими. Делаю это максимально деликатно, слегка прочесываю запутавшиеся волосы после мытья и после ночи пальцами и практически не мочу корни. Делаю это в самый-самый последний момент, потому что если я буду обильно смачивать корни, то потом мне будет сложнее волосы просушить, потому что волосы, как любая материя, впитывают в себя. Поэтому я поласкиваю непосредственно кожу головы, уже когда знаю, что весь кондиционер или маску, как в данном случае, я смыла. Кондиционером я практически не пользуюсь, у меня его и нет в данный момент. Маску наношу примерно раз в 10 дней. Это связано с тем, что маска полностью убирает объем на таких тонких волосах. Сейчас вы увидите, какая укладка у меня получится. Это так называемые прямые волосы от лица, которые очень многим нравятся. Отжимаю волосы руками очень деликатно, разбираю вот таким образом от корней. Так меня научил делать парикмахер, это позволяет влаге лишней прямо-таки скатываться по волосам. И только потом я отжимаю в пеленку свои волосы. Время примерно 7.20, через 20 минут я буду сушить волосы феном. Сейчас же я отправляюсь завтракать, точнее пить свой чай. Расчесываю волосы вот в таком положении, расчесываю их влажными. Такой совет дала мне когда-то парикмахер в салоне Жак Де Санж, за что ей большое спасибо. Именно таким образом расчесываю волосы мокрыми. Я знаю, что очень многие не рекомендуют расчесывать волосы мокрыми, но в моем случае она объяснила, почему важно это делать, пока волосы влажные. Таким образом они не ломаются. И она дала мне также совет потом от помывки до помывки волосы не расчесывать вообще, потому что волосы в сухом виде очень деликатные, по крайней мере, если речь идет о таких волосах, как у меня. Расчесывать корректно, конечно же, начиная с концов, но я по привычке это делаю, как и многие от макушки. Сейчас вы увидели, я расчесывала волосы, они были почти уже сухие, поэтому я не сушу волосы феном, а сразу приступаю к брашингу при помощи своей щетки с крутящейся головкой. У меня бейби лист, но насколько я поняла, такие щетки сейчас в огромном количестве выпущены, можно выбрать совершенно-совершенно любую. Для удобства я всегда сушу в таком положении, хотя более корректно, более правильно делать все-таки это перекинув волосы назад, но так у меня получается быстрее, так у меня получается лучше, и так я могу показать на камеру, что же я делаю. Потому что если бы я стояла спиной к камере, то я бы не совсем понимала, вообще нахожусь ли я в ракурсе. Сушу волосы вот таким образом, это единственная насадка, которую я сохранила, все остальные насадки мне за ненадобностью. Могу сказать, что на моих тонких волосах, тем более обработанных кондиционером, либо маской, либо любым несмываемым легким средством, у меня получается действительно эффект салонного брашинга. Моим волосам много усилий, не нужно, они очень послушные, повторюсь, за счет того, что они очень-очень тонкие. Я приноровилась орудовать это щеткой сразу, я вам искренне рекомендую приобрести такую, если у вас волосы касаются плеч, и вам нравится эффект брашинга, когда вы выходите из салона, вы сможете делать его так часто, как хотите, самостоятельно. Выглаживаю волосы, даже не пользуюсь расческой, но в принципе очень часто я держу в руке тангл тизер, чтобы вытягивать дополнительно пряди, но как вы видите, это можно делать и рукой. Сушую, сушу очень хорошо, корни остаются влажными. Более того, сейчас вы увидите, что корни я достаточно хаотично посушу феном, также для того, чтобы сохранился объем на волосах, потому что если волосы очень хорошо разгладить по всей длине, уходит объем, в том числе и прикорневой. Соответственно, решайте сами, хотите вы оставлять прикорневой объем, либо все-таки убрать его полностью. Я выгляжу хорошо, и прическа выглядит хорошо, когда прежде всего кончики волос прямо-таки заполированы. Подобная щетка, повторюсь, позволяет это сделать достаточно быстро. Ну что ж, я высушила волосы, теперь беру фен, чтобы просто просушить корни. Очень часто, если есть время, я этого не делаю, я просто перекидываю волосы, аккуратно еще раз прохожусь, либо просто расческой, либо щеткой с крутящейся головкой, позволяю корням волос высохнуть естественным способом. Но поскольку сейчас я собираюсь ввести даречку в сад, то мне нужно, чтобы и волосы были абсолютно сухими. Видите, сушу достаточно хаотично, больше не выглаживая, и это позволит сейчас сохраниться достаточному объему. Волосы я не просушиваю до конца, потому что, когда я их перекину, мне придется еще раз взять щетку с крутящейся головкой, и на самом деле я прохожусь еще раз по волосам, и окончательно укладываю волосы, когда я уже оделась. Пока у меня есть время, я посвящаю его самомассажу. Я давно не показывала, и многие зрители, которые пришли на мой канал недавно, кстати, прыщик выдавила, не делайте мои ошибки, и не знают, что я не пользуюсь никакой уходовой косметикой промышленной, и очень большое время, точнее, очень большое значение, и много времени уделяю самомассажу. Подобный массаж я делаю с утра, подобный массаж я применяю сейчас баттершину, может быть, любое масло, и взяла небольшое количество эфирного масла лимона. Подобный массаж я делаю несколько раз в день, два раза совершенно точно, утром и вечером, очень часто, в течение дня также. Мой массаж очень и очень интенсивный. Многим моим зрителям кажется, что я растягиваю кожу, возможно, я ее растягиваю, но мне кажется, результат налицо. Моя кожа неплохо выглядит, и я, повторюсь, люблю очень интенсивный массаж. Никакую технику особенную я не изучала, ориентируюсь больше на самоощущение, на то, как реагирует кожа. Я заметила, что у меня появились круги на шее, могу сказать из собственного опыта, что круги на шее разгладить легче всего. Кожа вообще прекрасно реагирует на какие бы то ни было манипуляции, будь то лицевая гимнастика, либо самомассаж. Кожа действительно очень эластична, наверное, до определенного возраста, но, тем не менее, могу говорить о своем возрасте, и очень быстро подтягивается. Могу сказать, что кольца на шее – это то, что удается корректировать очень легко. Вот буквально за 10 дней, если не забывать делать самомассаж, можно избавиться от колец на шее. Кстати, лицевую гимнастику на шею, шейную гимнастику, я перестала делать, я заметила тяжи. Я считаю, что это значит, что мне больше показан именно самомассаж. Сейчас вы наверняка заметили, насколько красная у меня шея. В принципе, нужно разминать, конечно же, шею с подключичной зоны, но я делаю по принципу, что успею. Сначала я делаю лицо, для меня это важнее всего. Если у меня есть время, то я, что называется, в обратном порядке приступаю к шее. Сейчас я делаю макияж бровей, мои волосы подсыхают, и я использую карандаш и в роше, в оттенке, который мне подходит, который я покупаю из года в год, и надеюсь, что его не снимут с производством. И сейчас я также нанесу тушь для ресниц. Большое спасибо, многие мне посоветовали тушь. Обязательно попробую тушь Tom Ford, а также Chanel мне посоветовали, сказав, что она легко смывается водой, прекрасно держится. Но пока я использую свою тушь, это L'Oreal, ее сняли с производства, поэтому нет смысла даже вам ее показывать. Увидела у одного блогера, и тушь действительно потрясающая, но с производства ее снимают. Прокрашиваю очень хорошо корни ресниц. У меня длинные ресницы, и глаза выглядят более выразительными, если прокрашиваю корни ресниц. Я считаю, что самая большая ошибка в макияже, который я также когда-то совершала, это прямо-таки по верхам красить, а корни не научиться прокрашивать, либо не уметь прокрашивать, либо уметь, но не уделять этому должное внимание. Хорошо прокрашиваю корни. Кстати, если вы испачкаете тушью ваше лицо, либо века, как сделала я сейчас, вы легко уберете, потому что с масляного лица все очень легко убирается. Могу также сказать, что Баттерши является отличной базой для того макияжа, который я делаю, потому что прекрасно держатся брови мои, прекрасно ложится карандаш на слегка промасленное лицо. Баттерши я беру совсем чуть-чуть, и Баттерши является в чистом виде также прекрасной основой для любой помады, в особенности для матовой. Я догадалась, что это так, когда мне делали макияж в Маке, у них есть специальная база, которая состоит практически из Баттерши. Я подумала, зачем покупать в Маке, если у меня так есть просто Баттерши. Помните, я показывала вам трюк с хайлайтером, сейчас я не буду его использовать, а есть в моей палетке тени, и попробую их нанести, посмотреть. На самом деле, первый раз наношу, посмотрю, как будет эффект. И в итоге могу сказать, что в течение дня мне эффект понравился, я сейчас смешаю желтый цвет с розоватым оттенком, и получится у меня вот такой эффект хайлайтера. Этот трюк состоит в том, чтобы распределять тени, либо хайлайтер, прямо-таки над цветной частью глаза, то есть не растягивать по всему веку. И это весь мой макияж. Губы я не крашу и даже не подвожу карандашом, это пачкает маску. Эту маску я ношу, снимаю в течение дня много раз. И сейчас я прочешу волосы. Часто я это делаю щеткой с крутящейся головкой, но вижу, что корни волос хорошо просохли, соответственно, мне будет достаточно просто еще раз расчесать волосы. Единственное, что я расчешу волосы так же, когда я оденусь. В таком виде мои волосы будут сохраняться в течение трех дней. И на следующее утро, чтобы привести их в подобный порядок, я просто расчешу их снова щеткой с крутящейся головкой. Этого будет достаточно. Свою укладку Beach Waves я обязательно покажу вам в другом видео, потому что ее можно и нужно делать с определенными особенностями. Одна из этих особенностей заключается в том, что маску использовать не стоит, кондиционер также. Ну что, желаю всем красивых причесок, хорошего настроения, прекрасного утра. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.